Доброе утро! Что ж, давайте приступать! С чего мы начнем? Для начала нам нужно взять гвоздики, или их еще называют пины, и нанизать на них бусины. У нас будет есть лишний кончик, мы его просто откусываем и убираем. Фурнитуру лучше выбрать под бронзу или цвета старинного серебра. Такие серьги точно не останутся незамеченными. Вот, теперь вам нужно будет сделать то же самое. Я с радостью попробую. Концы пинов с помощью круглогубцев закручиваем в колечки. Ничего страшного, если они не будут одинакового размера. Наоборот, это придаст еще больше оригинальности готовому украшению. Итак, я закончила с бусинками. Теперь мы берем декоративные элементы, цепочку, и с помощью маленьких соединительных колец все это на цепочку присоединяем. Я вам сейчас покажу, как это делается. Далее возьмем отрезки цепочки и с помощью соединительных колечек присоединим швензы и декоративные подвески, создавая желаемую композицию. Доверьтесь вашей фантазии. Итак, у нас одна сережка готова. Теперь по такому же принципу я попробую сделать вторую. Работа с мелкими деталями оказалась довольно кропотливой, но чего не сделаешь ради нового стильного украшения. Вот, получилось. Вы прекрасно справились с работой. Используя различные сочетания бусин, бисера, подвесок, можно создавать самые невероятные комплекты на все случаи жизни. Тем более, хендмейт сейчас в тренде. Взгляните, какие яркие и стильные. Эти серьги отлично дополнят как повседневный, так и праздничный образ. Поэтому творите и экспериментируйте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова